Местные жители говорят, досада брала, ведь больше 10 лет назад это здание строилось под детский сад, но затем было передано федеральному ведомству. Нам очень нужен детский сад, потому что село разрастается. Этот наш детский сад был построен 40 лет назад. На то время поселок был гораздо меньше, с тех пор разросся. Как мы знаем, родители молодые, всем нужно работать. Глава НАП инициировал переговоры с Минобороны. В июле текущего года оформлены акты о передаче муниципалитету объектов недвижимого имущества и земельного участка. На данный момент проведена техническая экспертиза, но она не содержит важной информации, можно ли реконструировать здание под детский сад или школу. Современные строительные нормы диктуют высоту потолков, ширину лестничных проемов и многие другие моменты. Так тогда давайте найдем в комплексе, проведем, кто может сказать, конструкции подлежат реконструкции, будут эксплуатироваться. И все строительные нормы, оно же не только полтора метра для детского сада, оно же, наверное, сегодня для жилых домов полтора метра, так? Ну да. Это же общий с ним. Подсадики там намного жестче. Так пусть возьмут подсадики. Давайте найдем фирму, которая имеет соответствующие лицензии и ответит, нам надо вопросы поставить. Мы поставили один, а нам надо все вопросы поставить. Тогда я считаю, что деньги будут потратены не зря. Либо да, либо нет. Своему первому заместителю Анжелике Базуновой глава курорта поручил создать рабочую группу и определить ответственного по каждому направлению. От оформления документов, сопровождения проекта до содержания территории в чистоте. Начать с того, что скосить амброзию, вывести мусор и огородить объект. Продолжение следует...